Во-первых, откроем Библию на Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Пожалуйста. 16 стих. 16 стих. 15 стих. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И последнее, 2 Тимофея, 4 глава, 10 стих. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Отец мой, благодарим Тебя за любовь Агапе, которая избавляет нас от этого мира. Мы молимся за пастора Шаллера, за пастора Дрю, пастора Дуэйна, пастора Стэна и за всех тех, кто сейчас находится в Чили. Мы молимся Бог, чтобы Ты благословил их сегодня, послужи им сегодня, используя их на конференции в Чили, и всех тех, кто приезжают из Аргентины, Перу, Аквадора, Бразилии. Благодарим Тебя за эту работу. Мы также молимся за пастора Брайана Ланча, который в Будапеште, в Венгрии сегодня защити и покрой, за пастора Луиджи в Норвуде, Массачусетс, и за его команду по дороге в Бенин. Мы молимся, чтобы Ты благословил их также. Отец, даруй нам, ухо слушающие, помоги нам размышлять в Писании сегодня. Спасибо Тебе за драгоценных людей, которых Ты возлюбил. Ты возлюбил вечной, не перестающей личной любовью. Господи, прикоснись к нашему дню сегодня. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо за то, что Вы пришли сегодня. У нас было достаточно большое собрание в 8.30 этим утром. Вчера был такой день. Я размышлял над некоторыми вещами, которые происходили. Евангелизация в Доме ветеранов в Вашингтоне. Пастор Шибли, Билл и много других людей поехали туда, чтобы послужить многим людям. У нас также была евангелизация на ферме Уилсона, и около 50-60 человек ездили туда. Это около часа 15 минут от Балтимора. У нас было прекрасное время с пастором Хедли и другими, а также хорошее время с Саней и пастором Рик Леклером и с людьми из СОГОС. Прошлым вечером пастор Лав и около 110 подростков были заперты в оздоровительном центре. Я не совсем понимаю, что такое, что означает быть запертым, но я рад, что Вы были там заперты со 110 подростками. Вот это да! Это похоже на то, как я работал в тюрьме. Нет, нет, я шучу. Прошлый вторник, во вторник Руби, я не ел, но выпил немного лимонного напитка. У нас была встреча с музыкантами по поводу программы на лето, где будет происходить евангелизация. Я не знаю, забыл ли я что-нибудь, но тем не менее, это был прекрасный день евангелизации. Я просто думал о тех людях, которые путешествуют. И вот я размышлял над темой этой проповеди пару дней. Я начал с осознания того, что Израилю для выхода из Египта необходимо было, чтобы произошли три обстоятельства в действительности. Первое, и это исход 12-13, Бог сказал, что когда он увидит кровь, он пройдет мимо. Отец, когда это касается умилостивления или спасения, вот этих аспектов, он удовлетворен, когда он видит кровь Сына. Второе, для того, чтобы пройти через предстоящий путь, им нужно было принять пищу. Они ели агнца. И мы, как верующие, когда питаемся Иисусом Христом, Его Словом, Его природой, мы едим агнца для путешествия. Третье, также они должны были быть ведомыми Святым Духом. Исход 13-21, столб облачный днем и столб огненный ночью. Итак, для тех, кто вышел из Египта, и чтобы Египет вышел из них, все эти три обстоятельства являются важными. Часто, когда люди спасаются, они так и не выходят из мира, или же мир так и не выходит из них. Такая тенденция есть в нашей жизни, также в какой-то мере. Я не говорю это по отношению к кому-то, но и по отношению к себе. У мира есть очень сильное магнетическое действие, предъявительное, для церкви, для верующих. Наиболее важное, что я осознал для себя, не любить этот мир. Как это может произойти? Это очень, очень просто любить мир. Очень легко любить мир. К сожалению, есть много проповедников и христиан сегодня, которые пытаются выбивать мир из людей, но похоже, что это не работает. Каким-то образом они пытаются маневрировать, чтобы вывести их, чтобы сделать их святыми через какие-то планы, предприятия или законничества, чтобы вывести мир из людей. Это не происходит. Наоборот, люди заканчивают реакцией или же становятся еще более мирскими в этом процессе. Может быть, они чувствуют себя прекрасно в воскресенье утром, слава Богу, аллилуйя. Затем они выходят из дверей и становятся другими людьми. Другой дух, как это было у Саула. И как же мне не позволить миру оказывать на меня влияние? Важно ли это? Я верю, что это очень важно. Потому что в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, когда Иисус молился, Матфея 6, это была молитва учеников. Но когда Иисус молился, в Евангелии от Иоанна 17, Он использовал 19 раз слово «космос», то есть «мир», 19 раз. Это означает, что то, о чем Он молился, имело большую важность. Вы в мире, но не от мира. Если вы от мира, то вы не можете быть посланы в мир. Если мир нравится вам, то нет никакой разницы между вами и системой этого мира. Есть скульптура в Нюрнберге, в Германии. Очень интересная статуя с двумя ликами. Одна сторона этой статуи – прекрасная женщина, которая привлекает любого. А другая сторона статуи, когда вы смотрите с другой стороны, там скелет и змеи, выползающие из глаз и рта этого скелета. Интересно, правда? Это мир. Это мир. И что выходит из него? Если мы не верим в это, мы можем взглянуть на некоторые стихи, которые открывают эту истину. Я пока не буду этого делать. Мы начали, надеюсь, что вам понравится середина проповеди, и затем мы вернемся к этому в конце. Чтобы не любить этого мира, важно понимать любовь Бога, любовь Отца, любовь Сына и любовь Святого Духа. Евангелие от Иоанна 3,16. Ибо так Бог возлюбил мир. Кстати, слово «возлюбил» Хута Агапал. Это означает интенсивность, качество и желание любви Бога. Ибо так возлюбил Бог тех, которые в мире, не систему мира, но тех, кто в мире, что Он поддал Своего единородного, единственного, уникального моногенесса Сына. Он отдал единородного Сына. Итак, Бог возлюбил мир. Он возлюбил людей в мире. Библия говорит об Отце в Евангелии от Иоанна 3,16. Во втором послании к Коринфянам, 5,14, Павел обращается к церкви в Коринфе, у которой был недостаток этой любви. И Он говорит, вдохновленный Духом, «Ибо любовь Христова объемлет нас, объяла меня с унехо со всех сторон, и хранит меня от любого другого выбора. Любовь Христа захватила меня». Прекрасно, правда? Римлянам 5, 5, 8. «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Отец, Сын, Дух Святой любят нас постоянно, лично и вечно. Отец выработал план, хранит этот план, у него есть цель и обеспечение в плане, «У меня есть Отец на небесах, который любит меня. Аминь». Есть другой Отец, он назван так, «Ваш Отец – дьявол». Кстати, Иисус сказал это фарисеям, и Он не выбирал слов, Он сказал, «Ваш Отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Что? Для чего ты говоришь это в храме? Это опасно! Можете себе представить, насколько конфронтационно? Отец любит нас, Он обеспечивает, у Него есть план, у Него есть цель, есть Его присутствие. Затем Сын, который является личностью искупления, Он спас нас Своей драгоценной кровью, Он совершил работу. Сын Божий любит нас. Галатам 2, глава 19, 20. «Я зараспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу веруя в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Сын возлюбил меня, Своей личности, характере, природе и то, что Он сделал. Затем, Святой Дух. Мы были спасены, приняв Своим Спасителем Иисуса Христа. Мы родились свыше. Мы возлюблены Святым Духом. И любовь Божья излилась в наши сердца. Итак, три единства. Своей вечной, индивидуальной, уникальной личности возлюбила нас. Если я утвержден в этой любви, принимаю эту любовь, сообразуясь с этой любовью, и эта любовь действует в моей душе, тогда у меня и есть очень хороший шанс, чтобы не любить этот мир. Вы со мною? Вместо того, чтобы выбирать людей из этого мира, вытягивать их, манипулировать ими, использовать законничество, чтобы вывести их оттуда, мы любовью выводим людей из этого мира. Аминь? Это очень важно. Я думал о Соломоне вчера и утром сегодня. Интересный человек. Вырос в любви своего отца, возлюблен Богом, но что-то случилось с Соломоном. Соломон стал притягиваться как магнитом к вещам этого мира. Почитайте Экклесиаста 1-2 главы. Он говорит о семи великих обстоятельствах, и ни одно из них не было от Бога. Вы следуете за мной? Он сказал, у меня большой опыт, большая мудрость, огромные владения, огромная власть, большое количество жен, всякого рода величия. Вы знаете, что он сказал потом, Экклесиаста 2-8, и сделался я великим. Но затем в 17-м стихе он сказал, и возненавидел я жизнь. И это после того, что у него было все, что любой человек мог бы пожелать и иметь, я возненавидел жизнь. 86 раз в книге Экклесиаста он употребляет слово «суета». И это слово «хебел» – «все бессмысленно», «все приходящее», «все тщета и томление духа». Он сказал, что у него томящийся дух, что у него пустая душа и сраженное тело. Никакой победы. Больной дух, пустая душа и сраженное тело. Вот что происходило с Соломоном до тех пор, пока он не пришел и не сказал, «Знамя его надо мною, любовь». Песня песен 2-4. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку мою, ибо крепка, как смерть, любовь твоя». Что-то произошло. Мир увлек его. Почему тот богатый, молодой, религиозный начальник отошел от Христа? Вы знаете, что говорится в Марке 10-21? «Иисус, взглянув на него, полюбил его». Нечто произошло. Кстати, я верю, что в это без сомнения, это мое личное убеждение, что тот молодой религиозный начальник был Иоанн Марк, который и написал Евангелие от Марка. Знаете почему? Все написано от первого лица, и он был в саду, закутанный в одеяло, когда его одеяло упало, и он убежал ногой. Это он, кто оставил апостола Павла, Деяния 13-15. Он оставил Христа, ушел от Христа, от Евангелия, оставил апостола Павла и оставил тело Христа. Но Иисус что? Возлюбил его. Он просто... Он просто не мог оставить свое богатство. Именно этого все и ищут. Только подумайте, богатый, молодой, религиозный начальник. Сейчас это желание каждого человека на земле. И Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Пойди все, что ты имеешь, продай и раздай нищим, и следуй за Мною. Он не сказал отдать ему. Знаете почему? Потому что если бы молодой, богатый, религиозный начальник отдал все Иисусу, то он, возможно, ожидал бы продвижения или же новой работы. Иисус сказал, раздай все это нищим, которые не могут тебя воздать, и следуй за Мною. Система этого мира сделает все возможное, чтобы увлечь вас. Если мы думаем, что такое невозможно, я знаю, что это возможно в моей жизни. Я знаю, что это возможно в жизни каждого, как спасенного, так и не спасенного. Не спасенный уже в этом. Каждого. Почему? Потому что сатана, Лука 4, 5, искушая Иисуса, показывает ему все царства мира в один миг. Слово «миг» – стигме. В одну секунду. Он пытался проникнуть в ум Христа. Он показал ему все царства мира от начала до конца в одну секунду, только для того, чтобы Иисус согрешил в уме и не был способен заплатить за грехи всего мира. Если сатана приступал к Иисусу, вы думаете, он не подойдет к нам? Ну как? А? Вы думаете, что он когда-нибудь подойдет к нам? Ну что вы! У него есть цель отвратить, подойти к самому Сыну Божьему, и когда это не сработало, то он пытался сделать это через Петра. Не ходи на крест, не ходи на крест. Нет, нет, нет. Умереть. Быть распятым. Иисус сказал, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Матфея 16, 23. Затем он сказал в 16, 26, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Есть враг. Кстати, система этого мира питается от плоти человека, от веткой греховной природы, и от сатаны и демонов. Два источника. Мир. 19 раз. Слово «космос». Он чужд жизни Божьей. Слово «космос» означает, что мир отчужден от жизни Божьей. Он говорит, будь осторожен. Он питается от дьявола. Некоторые люди говорят, о, да ладно, дьявол. На Западе иногда очень тяжело заставить людей поверить в эти вещи. В Африке, когда вы видите людей, парящих мимо вас, колдуны и прочие, вы думаете, о, здесь есть что-то интересное, это ненормально, что это? Я проповедовал однажды в деревне, и женщина пошла ко мне над землей. Она шла, не касаясь земли. Ее белые волосы торчали в разные стороны. Мой первый вопрос был, кто вам делает прическу? Я думал, что это было круто, но затем я осознал, что это была серьезная проблема. Затем я отпустил ее на землю тремя стихами из Библии. Я процитировал три стиха, и она уткнулась в землю и ушла. Это все реально. Люди говорят, да перестань, это не это-то реально. Очень хитер сатана на Западе и в Европе. Это настолько скрыто в системе. Если вы не верите мне, прочитайте 2 Коринфянам 4.4, там говорится, он бог чего? Он бог века мира этого. Ефесянам 2.2 говорится, что он князь, господствующий в воздухе. Не ходите по обычаю мира этого. В Евангелии от Иоанна 14.30 Иисус говорит, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Неплохо, правда? В Евангелии от Иоанна 12.31 Иисус называет его князем мира. 16.11 Иисус говорит, что он князь этого мира. Как насчет мира с его культурой, путями, тенденциями, сексуальной ориентации? Это зло. Это зло. Галатам 1.4 Господь избавляет нас от настоящего лукавого века. У меня есть еще один стих для вас, очень интересный. Якова 4.4 Друг мира – это лучший друг Бога. Нет, это сатанинский перевод. Дружба с миром – есть вражда против Бога. Якова 4.4 Как насчет этого? Это вы... Нет, пастор, это вы переборщили. Вторая глава 11.12 говорится о системе этого мира и о похотях этого мира. Если мы неосторожны, мы можем обнаружить себя там, будь то отдельный верующий, или семья, или церковь. Чарльз Пержин или Уимбрандт сказал, церкви не угрожают неверующие. Нет, нет никакой угрозы атызмов, например, индуизм или конфуцианизм и прочих вещей. Откуда, оттуда нет угрозы. Угроза происходит изнутри, от плотского христианства. Церковь никогда не была в опасности извне. И я докажу это следующим стеклом. Врата ада не одолеют ее. Матфея 16 глава. Совет, программа, произведение системы из ада не одолеют церковь. Это происходит изнутри, когда церковь становится плотской, мирской. Она на опыте находится в поражении. Вот почему мы хотим, чтобы христианская школа была духовной, вхождении с Богом, библейский колледж, церковь. Это не означает, что мы не будем падать. Конечно, будем, но есть то, где нам нужно быть осмотрительными. Знаете, что некоторым людям не нравится эта идея. Вот я, как пастор в Африке, много раз, как пастор, иногда мне нужно говорить о некоторых вещах, потому что я должен защищать людей. Кто из вас будет защищать своих детей от влияния улицы, всяких странных, безобразных вещей с улицы, каких-то извращенцев? Некоторые скажут, мне не очень нравится, как вы говорите. Ничего, это то, как обстоит дело. Я буду защищать моих детей. Вы со мной? Как отец. Пасторы должны защищать стадо. Эй, все волки, приходите, хорошего вам дня, ешьте, кого захотите. Павел называет их хищными волками. Хищные волки, лютые. Это злая система мира. Оттуда ничего хорошего нельзя ожидать. Там из глазниц выползают змеи. Вы не забыли эту иллюстрацию? Змеи выползают из глазниц. Это невероятно. Мы должны понимать. Я не могу сохранить себя от этого мира, если я не запомню первый принцип. Я возлюблен Богом. Я лично возлюблен Богом. Потому что мои враги, плод, дьявол, демоны. Кстати, у демонов есть хорошая партия в генетике. Никогда не забывайте о этого. Авраам был обманщиком, Исаак был обманщиком, Иаков был обманщиком, и все сыновья Иакова лжецы. Так, демоны используют генетику. У демонов имеется распределение генетики по категориям. Наркоман, наркоман, наркоман. Вор, вор, вор. Вы со мной? Это генетика, и демоны используют тенденции ветхогреховной природы, чтобы увлечь людей от Божьих вещей. Прочитайте Писание, и вы обнаружите это. У Давида была проблема с женщинами. Как насчет Соломона? Я хотел бы узнать об отце Давида. Я не хочу углубляться в изучение психологических причин и других вещей. Я не говорю об этом. Я говорю о том, что говорит Писание. Система этого мира, независимо от того, как хорошо это выглядит, мы накормим бедных. Как насчет того, что вы позволите им пойти на небеса и быть с Богом? Что насчет голодных детей по всему миру? Я надеюсь, что они не вырастут в этой или другой религии. Я просто оставлю это Богу и не буду вовлечен в это, что этот мир старается представить в качестве спасения планеты. Спасение планеты. Библия не говорит нам, чтобы мы спасали планету. Он сказал, что она будет сожжена огнем. Самое лучшее, что здесь есть прекрасные леса штата Мэйна. Как это место называется? Великий каньон. Чем бы это ни было, вы знаете что? Это может выглядеть очень хорошо, но это все проходит. До свидания. Скажите до свидания системе этого мира. Вы со мною. Это настолько важно, потому что я должен знать врага. Я должен знать его. Некто сказал мне, знаете что? Помолитесь, пожалуйста. И мне нравится этот человек. Он сказал мне, у моего сына пристрастие к героину. Я сказал, это печальная история. Это развивает мое сердце. Потому что я знаю тебя. Я знаю его. И я не могу поверить, что такое произошло. Он спросил, почему такое произошло? И я сказал, что кто-то в моей семье сказал, помнишь, что ты каждый раз перед едой пил алкоголь? А потом был следующий шаг, который ты сделал. Знаете, вы должны быть настолько осторожны, потому что не зная способности человека по отношению к злу, к греху, вы говорите, что в этом нет ничего такого. Вино глумливо. Секера буйна. Просто начните воспринимать это. Хорошо. Один человек сказал, Бог дал всякое растение. Что плохого, что я курю марихуана? Я сказал, послушай, голова безмозглая. Я могу сказать, куда этот наркотик привел меня. Этот наркотик привел меня к 16 годам наркотической зависимости. Кто теперь скажет мне и докажет, что марихуана не принесет мне никакого вреда? Это мир. Это мир. Мы можем сидеть здесь и говорить, это что, воскресная проповедь? Будет лучше. Это мир. Не люби. Не люби мира. Не люби мира. Кто-то мне сказал, ты видел этот фильм? Нет. Я не был в кинотеатре уже 30 лет и не собираюсь. Вы можете. Чувствуйте себя свободными. Ходите с Богом. Я не говорю, что там нет хороших вещей. Знаете что? Знаю ли я, что находится в кинотеатрах? Да, я знаю. Демоны. Они там на стропилах. Они ждут. У них там ланч. Они ждут тех, кто придет, чтобы дать искаженное представление. Да, да. Или зайдите в бар. Последний раз, когда я зашел в бар, выходя оттуда, я закричал, «Все на улицу, пожар!» Они выбежали. И они выбежали, я сказал, «В аду пожар!» «Все на улицу, пожар!» Они выбежали, я сказал, «Ад – это жарко!» Но у Иисуса есть многое для вашей жизни. Послушайте. Система этого мира. Мир. Христиане ходят там, говорят, «А что плохого в этом? Что плохого в том?» И прежде чем вы поймете, обнаружите, что есть проповедники, гомосексуалисты, лесбиянки, руководящие церквами. Некто подошел ко мне и говорит, «Почему вы говорите, что нам нужно быть в браке?» Потому что Библия говорит это. А как насчет этого? Это то, что говорит Библия. Если вы не будете осторожны, то это будет передаваться вашим детям и продолжаться в вашей жизни в церкви, в решениях, которые вы принимаете. И это все дурно пахнет. Это мир, и змеи выползают из глазниц. Как вам эта воскресная проповедь? Змея выползает из глазницы. Ничего, правда? Давайте вернемся назад. Бог лично любит меня. Я хочу понять это. Второзаконие 7-8. Любит вас Господь. Я возлюбил вас лично. Вы драгоценны. Вы уникальны. И вы мои. Я люблю вас. Песня, песня, 2-я, 4-й. Знамя его надо мной. Что? Любовь. 8-я, 6-й. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою. Иезекииле 16-я, 6. Я проходил мимо тебя и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих. Я возлюбил тебя, сказал, живи. Даниила 10-й, 11-й, 19-й. Даниил, муж желаний. Я люблю тебя. Я возлюбил тебя, ибо так возлюбил Бог мир. Я возлюбил тебя. Не ты первым возлюбил меня, но я возлюбил тебя. 1 Иоанна 4, 19-й. Я люблю тебя. Если ты только позволишь этой любви, любви отца, любви сына, любви святого духа, проникнуть в тебя всего, то у тебя больше не будет желания любить что-либо еще. Любовь к чему-либо другому даже не придет к тебе на ум. Потому что любовь не мыслит зла. 1 Коринфянам 13, 8. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Иеремия 31, 1, 4. Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, Дева Израилева. Я люблю тебя, Петр. Ты любишь меня? Евангелие от Иоанна 21. Вы знаете, что говорит Иоанна о своей тождественности в Евангелии от Иоанна? Он не говорит, что он пастор, он не говорит, что он апостол, евангелист, что он автор Библии. Он говорит пять раз в Евангелии от Иоанна. Я ученик, которого любит Иисус. Вот кто я. Евангелие от Иоанна 13, 23, 19, 26, 22, 21, 7, 21, 20. Я ученик, которого любит Бог. Вот кто я. Когда это происходит, когда я позволяю Богу любить меня, то мое сердце больше не будет управляемо приятностью мира. Сатана, он скользкий. Он приведет вас к красивым вещам, хорошим вещам, которые приведут вас к злу. Давай, давай, давай. Просто сделай эти вещи. Отдай свою жизнь чему-то, что не от Бога. И тогда я приведу тебя к злой стороне дерева. Есть две стороны дерева. Познание добра и зла. Есть добра и злая сторона. Правильно? Вот почему Иоанн Креститель говорит, секира лежит у корней вашего дерева. Твое дерево будет срублено. Твое дерево не имеет ценности. Хорошее оно или плохое, это всегда сторона зла. Мы говорим, о, посмотрите, наркозависимость, преступления, убийства, алкоголизм, все эти вещи здесь. А как с другой стороны? Зла. Может быть, это где-то на высокой башне, может быть, это в офисе политикам, может быть, оно в действиях бизнеса, это тоже не от Бога. Извините, извините, но это то, как все обстоит. Я хочу быть возлюбленным Богом. Я хочу быть возлюбленным Богом личным, драгоценным образом и позволить Богу любить меня. В заключении, семь свидетельств, что Бог любит вас. Вы готовы? Матфея 18, 16. Библия говорит, устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Я даю вам семь. Библия говорит два, я говорю семь. Это ничего? Я обещаю, что я закончу без одной минуты двенадцать. Я не хочу задерживать вас, потому что у нас будет великолепное собрание сегодня вечером. Пастор Леклер будет говорить. Это будет замечательно. У нас был полный зал утром, и у нас и достаточно пришло приходить сегодня вечером. Итак, семь свидетельств, что Бог любит нас. Библия говорит. Первое, так говорит Библия. Второе, крест говорит мне так. Крест говорит, что Бог любит меня. Он умер за меня. Он пролил свою кровь за меня. Он взял на себя все грехи мира. Крест говорит, что Бог любит меня. Это другое свидетельство. Третье, Святой Дух говорит мне так. Когда я исполнен Духом, у меня будет свидетельство, что Бог любит меня, и Святой Дух любит меня. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Римлянам 8.16. Четвертое, Церковь говорит мне так. Церковь должна говорить, что Бог любит нас. Я сказал одному парню, Бог любит тебя. А он ответил, если, и он предоставил четыре если. Я сказал, да брось ты эти если, я не хочу слушать это если, 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 если. Если ты соблюдаешь заповеди, субботу, крещение, если ты послушаешь, если, если, если. Я сказал, Бог есть любовь. Он не может ничего делать, кроме как любить. Так что умолкни, мистер, если. Церковь. Пятое, новый человек во Христе, который говорит мне так. Это свидетельство, что Бог любит меня. Он сделал меня новым творением. Итак, Слово Божие, Крест, Святой Дух, Церковь и новый человек. И шестое, Евангелие говорит, что Бог любит меня. Это свидетельство, это благая весть. Это проповедь, посланная самим Иисусом Христом. Евангелие, свидетельство, что Бог любит меня. Седьмое, верность Бога через все века, говорит мне это, Ветхий Завет, Новый Завет, История Церкви, наше служение, наша личная жизнь. Божья верность мне, для меня, любит меня с самого начала, когда я был спасен до сегодняшнего дня. Это свидетельство, что Бог любит нас. Давайте позволим Богу любить нас. Давайте позволим, чтобы эти свидетельства были утверждены в нашей жизни. Давайте позволим любви Отца, Сына, Святого Духа распространяться в нашей жизни, освобождать нас, любить нас в действии для Христа, по мере того, как приближается это лето. Благодарение Богу, что Он возлюбил нас. Знаете, что мы говорим? Лукавый не прикасается к нам, не прикасается ко мне. Если я упаду, если прикоснется ко мне, то любовь у любви есть милость, и милость превозносится над судом. И я опять свободен. Аминь. Отец, благодарим Тебя сегодня за то, что Ты возлюбил нас. Мы благодарны Тебе, Бог, что Ты любишь меня сегодня. Отец говорит это. Отец, Сын говорит это. Дух Святой говорит это. Свидетельства говорят об этом. Благодарим Тебя, что Ты любовью извлек нас из этого мира. Ты возлюбил нас в этом мире и из этого мира, чтобы мы были посланниками этому миру, говоря, что Бог любит людей. Бог так возлюбил мир. Бог, я молюсь, помоги нам, чтобы мы позволили Тебе любить нас, чтобы мы не сошли с направления и не закончили, как Соломон. Благодарение Богу за искупление. Он возвратился снова, потому что Бог продолжал любить Его, как Он всегда и делает это. Любовь никогда не перестает. Я никогда не оставлю Тебя и не покину. Я никогда не перестану любить Тебя. Отец, мы молимся сегодня. Если вы никогда не принимали Иисуса Христа как вашего личного спасителя, сегодня Бог любит вас. Это не просто фраза, это не христианское клише, но это истина Библии и свидетельства, о которых мы говорили сегодня. Бог любит меня сегодня. Я верю, что любовь Божья спасет вас, потому что Бог так возлюбил этот мир, что Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий, просто поверьте сегодня, поверить это означает принять. Вы ничего не делаете, просто принимаете Того, Кто любит вас. Это ваша сегодня молитва. Если вы хотите быть рожденным свыше, рожденным от любви, Духа, когда головы опущены и глаза закрыты, скажите, Иисус, спасибо Тебе, что любишь меня, спасибо за то, что Ты любишь. Это решение сегодня, великое решение. Ваши головы опущены и глаза закрыты. Поднимите руку вашу, если вы хотите Христа в вашу жизнь. Я хочу, чтобы Христос возлюбил меня, чтобы быть спасенным. Примите Христа как вашего Спасителя. Поднимите руку. Те, кто смотрят по интернету, скажите, да, Богу, спасибо за этого человека. Кто еще? Не откладывайте. Мы не знаем, как долго мы будем в этом мире и как долго этот мир будет продолжаться. Просто скажите, Иисус, спаси меня, спаси меня, Бог, спаси меня, чтобы я был свидетельством Твоей любви для потерянного и погибающего мира. Отец, Отец, мы благодарим Тебя сегодня. Мы молимся, чтобы Ты привел нас обратно сегодня вечером, чтобы слышать Слово. Мы молимся, чтобы Ты хранил в наших умах сегодня, насколько Бог любит нас. Пусть это будет нашей защитой от вещей этого мира, от Бога века этого, от системы этого мира. Благодарим за то, что Ты любишь нас. Во имя Иисуса. Аминь.